Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули с проверкой в одну из столичных школ. Вопросы у правоохранителя появились к директору учебного заведения. Михаил Герчиков по оперативным данным предлагал родителям учеников подписать договор о предоставлении дополнительных платных занятий по иностранному языку. Хотя уроки эти на самом деле входили в обязательную программу. Увидев стражи и порядка в своем кабинете, директор школы Михаил Герчиков, которого подозревают в превышении должностных полномочий, изо всех сил старался выглядеть дружелюбно. Несколько раз настойчиво предлагал полицейским присесть поудобнее, но затем все-таки решился ознакомиться с постановлением на обыск. То есть это связано с моей производственной деятельностью. Так это можно? По версии следователей, с 2012 по 2014 годы директор привлекал родителей школьников к заключению контрактов с подконтрольной ему фирмой. По договору якобы с детьми проводились дополнительные занятия по английскому языку. На самом деле уроки, как выяснилось, не были факультативными. Программа была прописана в учебном плане и финансировалась из городского бюджета. Директор школы по предварительным данным, используя реквизиты подконтрольных ему организаций, вводил в заблуждение о предоставлении дополнительного образования родителей учащихся и впоследствии склонял их к заключению договора возмездного оказания услуг. Известно, что такие договоры подписали около 800 родителей. В итоге общая сумма, миновавшая школьную кассу и осевшая предположительно в кармане директора, под предварительным данным превысила 20 миллионов рублей. В помещениях учебного учреждения сыщики рассчитывали найти соглашение о сотрудничестве, квитанции об оплате личной и дела преподавателей и договоры с родителями школьников. По поводу договоров, договора, насколько я знаю, заключается между непосредственно учащимися, точнее их родителями, и Академией международного образования. То есть школа там не является стороной по договору, поэтому было бы странно, если бы эти копии на хворо-назбушку. Думаю, что их нет. В итоге директора учебного заведения задержали. Против него возбудили уголовное дело. В ближайшее время должен быть решен вопрос о его аресте. Вероятно, вскоре на вопросы сыщиков придется ответить и некоторым преподавателям.